Александр Карпилович перестал работать в качестве советника губернатора области по информационной политике. На этой должности он находился в течение года. Как теперь стало известно, глава региона не продлил соответствующий трудовой контракт. По словам Карпиловича, именно такой вариант трудоустройства изначально и был предусмотрен. Напомним, ранее он возглавлял управление по связям с общественностью и СМИ администрации Владимира. Смену его позиции в разных кругах связывали с некой чисткой кадров. При смене руководства Оранжевого дома Александр Карпилович призвал не доверять подобным теориям. Я в администрации города Владимира не работаю уже больше года. В тот день, когда я покидал администрацию города Владимира, я уже получил приглашение от губернатора Владимирской области. И на следующий день перешел в правительство Владимирской области. Еще раз повторяю, контракт был годовой, его срок истек, как и было задумано. А какие-то там домыслы по поводу каких-то там зачисток, ну вот они меня точно не касаются. Отметим, до своего назначения советником главы региона Александр Карпилович более 10 лет занимал должность начальника управления по связям с общественностью и СМИ администрации Владимира. По сути, он был официальным представителем мэрии, притом очень медийным. С переходом на работу в команду губернатора, его появление в материалах СМИ практически свелось к нулю. К слову, он продолжает возглавлять Союз журналистов Владимирской области. На этом посту он находится с 1995 года. На сайте Союза приводится биографическая справка об Александре Карпиловиче. Начинал в молодежной редакции комитета по телевидению и радиовещанию Влад Обл из полкома. Работал в газетах пресса «Молва». Был главным редактором регионального выпуска газеты «Экономика и жизнь». Издательство «Река и полиграфсервис» почти 10 лет возглавлял Владимирскую радиовещательную компанию. С 2012 года начальник управления по связям с общественностью и СМИ администрации города Владимира. В телефонном разговоре с нашим телеканалом Александр Карпилович дал понять, что вопрос с новым местом работы уже решен. И планирует договориться с работодателем провести полноценный 28-дневный отпуск. После чего он выйдет на новое рабочее место. Однако само место работы Александр Карпилович пока не называет.